Прежде свалка, теперь ровный и чистый пустырь, а в будущем спортплощадка. Председатель садоводства моторостроитель Мария Тищенко говорит, здесь была куча мусора, которая копилась годами, а победили за неделю силами предпринимателей и самих дачников. В течение двух-трех дней мы осуществляли именно уборку самого мусора. Затем в течение двух субботников была проведена территория, оставшаяся в порядок. То есть это, собственно говоря, мы уложились в неделю. Но финансово это очень огромное средство для нашего садоводства оказались. По словам Марии, моторостроители членский взнос – один из самых низких среди садоводств в окрестностях Барнаула. И даже это не помешало собраться на борьбу со свалкой. Теперь дело за спортплощадкой. Это отдельная статья расходов, так что появится она не сразу, но станет хорошей мотивацией не нести сюда мусор снова. Опыт моторостроителя уникален. Об этом говорит глава сибирского сельсовета Олег Баронин. В сельсовете четыре садоводства и все создают стихийные свалки. Но за такое серьезное решение проблемы взялись только здесь. Почему вот эта ситуация с ликвидацией свалок в садоводстве моторостроитель, она мне как бальзам на душу. Ежегодно за нарушение правил благоустройства буквально все садоводства у меня получали штраф. Именно на моторостроители я был услышан. Я был услышан. Я думаю, это им еще отольется в хорошем плане старицей. Вот такие взаимоотношения. Я впервые в нынешнем году не стал их штрафовать за нарушение правил благоустройства. При этом садоводство моторостроитель одно из самых крупных в крае. Более тысячи участков. На всех только четыре мусорных бака. При этом двух контейнерных площадок хватало. Но и здесь помог коронавирус. Горожане массово поехали на карантин. Соответственно весной началась максимальная скупка территорий. То есть участков различных садоводческих брошены, были реализованы под аренду. И количество людей, которые приехало на садоводство, оказалось для нас процентов на 10-15 минимум больше, чем обычно. Возможно, все эти люди будут не только наслаждаться дачей, но и помогут в борьбе со стихийными свалками. Их в садоводстве еще две. Работы много. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.